Олег Радивилов Александр Николаевич, сегодня давайте с вами поговорим о такой таинственной теме погребения. Что люди делали с родственниками, которые умерли, каким образом хоронили. Потому что сейчас, если говорить о нашем времени, то несколько способов известны. Это наш традиционный в гробу. Сожжение, наверное, у индусов можно встретить. Мумификация, все тоже знают. Что еще было, как еще хоронили. И хоронили вообще, и когда начали хоронить. Вот об этом поговорим. Ну, что касается начала похоронного обряда, то это связывают со временем, отстоящим от наших дней, где-то тысяч на 50-60. То есть это неандертальцы. И это, в частности, в пещере Тишикташ, там известный мальчик похоронен был. И похоронен был в позе такой спящей. И поэтому считалось, что человек, в общем, воспринимал умерших достаточно, ну, как бы сказать, спокойно. То есть сам факт смерти. То есть, что человек засыпал. Ну, только засыпал надолго. И поэтому ему придавали пузу соответствующую. Но при всем при том... А на боку? Да, на боку. И даже там иногда и руки под головами, вот как обычно человек спит. Там немножечко в таком согнутом состоянии. Вот. И поэтому это вот один такой способ. И почему, во-первых, немножко практически сразу появляется в таком скорченном состоянии? Тут существует много версий. Одни считают, что это связано с тем, что хоронят в землю. В землю мать. И вот это потому, что, как Высоцкий поет, что мы отдал концы, не исчезаем насовсем. Мы должны переродиться где-то там, в другом мире. И поэтому придавали позу эмбриону. А, то есть, как он там был внутри, потом также в землю мать. Вот эта ямка, у которой это, это не что иное, как утроба земли матери. И, соответственно, вот его туда кладут, и все, и он там рождается в ином мире уже. Другая версия, что, в общем, если скорчены, то человека специально даже немножко связывали для того, чтобы он не приходил во сне. Потому что для человечества сновидения, они и до сих пор являются загадкой. А в те времена в особенности. Вроде захоронили, вроде закопали. Но вот что-то он все равно приходит. И что-то выражает. Ну, то есть, да, у нас сейчас тоже есть покойник во сне. Это что-то или хорошее, или плохое. Да, да, да. То есть, поэтому вот такое. И поэтому, чтобы он не ходил, его связывали. Вот. И есть еще там, как бы сказать, какие-то другие версии. Вот. Потому что вот как раз то, о котором я говорил, что это просто человек заснул. Вот и все. И как на самом деле, конечно, сказать сложно. Но вообще отношение к погребению у разных племен различное. Ну, во-первых, и отношение к смерти. То есть, вот у некоторых считалось, что важно погребение сжечь для того, чтобы душа воспарила быстрее туда, в небеса. Потому что, ну, считается там, что там где-то существует иной мир, который человеку был всегда непонятен. Это звезды, луна и прочее. И там они помигивают и прочее. То есть, это нам чуть ли не мертвые помигивают там с той стороны и так далее. То есть, поэтому вот туда душа должна взлететь. Вот. Ну, и потом считалось, что чем душа быстрее взлетит, то, в общем, она быстрее прилетит к кому-то. То есть, потому что человек один умирает, а второй рождается. То есть, душа в него вселяется. Вот. Это по версиям, допустим, да еще каких-то народов. Вот. Поэтому, что касается еще, допустим, форм погребения. То есть, вот, ну, по некоторым... Курганы. Вот на нашей территории, да, вот на европейской части России встречаются курганы. Это получается, в какой-то момент времени всех людей хранили в курганах. Это же очень хлопотно. Нет? Хлопотно, да. Вот как раз правильно вы сказали, что когда хранили в курганах, в курганах хранить очень хлопотно. Потому что то, что мы имеем сейчас вот в виде кургана... У нас и сейчас вот хранить хлопотно два метра яму. Да, да. А это большой сооружение. Поэтому, представьте, за многие тысячелетия на земле проживало людей намного больше, чем есть курган. Поэтому вот те специалисты, которые, в общем, исследовали межкурганное пространство, потому что вот долгое время было так. Курганы раскопали, и все. И как бы дальше никто не... А там одно погребение в кургане? Оказалось, что погребение... Не, по-разному бывает. Вот, допустим, только что разговаривал здесь у нас там коллега есть из Воронежа, Суркова, Алексей. Он раскопал курганы. Я говорю, сколько же у тебя там... Он говорит, да, в основном по одному, но в одном 58. 58? Да. Почему? Потому что, во-первых, ну, по разным причинам. Это... Первая причина – это то, что, если они одновременно, то это как родовая усыпальница. Как это, ну, в общем... Ну, родовой склеп. Да, родовой склеп. Это родственники, все промыкающие к нему. Вот, они их все здесь хоронили под одним курганом. Как, собственно, и сейчас. И, с другой стороны, очень часто бывает и такая ситуация, что называется, лень двигатель прогресса. То есть, когда есть курган, насыпанный в эпоху бронзы, там, 3,5-4 тысячи лет назад, идут кочевники какие-нибудь там, начало нашей эры, а у них там тоже какая-то битва состоялась, нужно своих погибших похоронить. Куда хоронить? Насыпать особо некогда, да и нечем. А вот сюда, в курган, в эту же насыпь, в это, так называемые, пускные погребения. И там целые братские могилы могут устраивать. Вот. И поэтому, в общем, если брать, допустим, одно время срез, вот то, с чего мы начали, то, как правило, курганы насыпались только для достойных. Это, извините, если мы сравним с пирамидами, они примерно одновременно появились. Это общая мода для всего мира, она быстро распространялась. То есть, пирамиды в Египте. То есть, кто-то видел, как-то передавалась информация, и у нас степи. Да, у нас нет камней таких, да, у нас просто эти, даже считают, что форма курганов была примерно в форме пирамид. То есть, тоже треугольник. Да, она осыпалась там и, значит, становилась круглой. Вот. И, конечно же, то есть, в пирамидах кого хоронили? Ну, как бы сказать, тех, кто достоин. Для того, чтобы насыпать курганы, эта работа очень трудоемкая. Не было никакой техники, никакой, там, дополнительной, ну, как бы сказать, помощи, там, скажем, которая могла бы там способствовать тому, чтобы побыстрее насыпать курганы. Поэтому, в общем, этот процесс достаточно трудоемкий. То есть, это было задействовано все, там, племя огромное, может быть, там, в тысячу человек, может, больше и так далее. И поэтому, если на завтра умирает там простой какой-то там человек, то есть, его хоронят просто где-то рядышком в межкурганном пространстве. Может быть, чем-то отмечают, а может, и не отмечают. То есть, вот, поэтому, когда исследуют межкурганные пространства, там тоже есть погребения. Но получается, что они, ну, как бы сказать, не выражены никак на местности. То есть, поэтому тут еще такой моментик есть. Вот, допустим, для нашей территории курганов не так много. Если только вот, ну, например, брать Добринский район, Усманский район, а сюда дальше, там, курганов не так много. Ну, если брать, допустим, только позднее время с арматой, тут Новонекольский могильник, там, под Донковым, Вязовский могильник в Ефремовском районе, прямо у границы Липецкой области с арматского времени. Там достаточно, так скажем, большое количество погребений. А так, вообще-то, вот, для эпохи бронзы не так много курганов. И почему? Ну, потому что, ну, как бы сказать, те племена, которые несли в себе традиции насыпания курганов, они связаны со степью. И поэтому они случайно говорят, что курганы маркируют степь. И дальше, в общем, они сюда, когда проникают, тут лесные племена говорят, ребята, вы, извините... Как в лесу сложно насыпать курганы. Нет, дело даже не в этом. А дело в том, что мы тут, знаете как, мы тут хозяева. А как, хорошо, как здесь было? И дальше, север нету. А здесь очень много грунтовых погребений. Как у нас сейчас. Вот, ну, просто ничем, на это, значит, на такой термин есть, он не очень удачный, но, тем не менее, есть. Это грунтовые погребения не выражены на местности никак. То есть, они, как бы, по-тихому схоронили, вот все, ну, где-то, может, там, какой-то, там, поставили, там, чурочку такую, там, для отметки, там, крестиков тогда не было, понятно, да. И, поэтому, вот все, ну, со временем проходит, там, может, и бугорочек был небольшой, он потом проваливается, все. То есть, и поэтому на нашей территории очень много таких вот погребений, которые грунтовые. Но их искать сложнее. Поэтому, вот сейчас, по мере того, как интенсифицируются поиски, вот, да и археологически на нашей территории, и, ну, достаточно неплохо стали выявляться погребения, которые, в общем, ничем на местности не выражены. Я думаю, что в перспективе вот эта тенденция, она будет сохраняться. И мы будем изучать как раз погребения, которые относятся к той же эпохе бронзы, которая, условно, скажем, связана с Воронежской областью, но даже в Липецкой области эти курганы уже отличаются. Начали уже проводить аналогии с Египтом. В Египте было много золота в пирамидах, всякого инвентаря. У нас здесь как? Ну, у нас... В те же самые курганы, вот, в грунтовые погребения золото находят? Ну, на самом деле, в общем, что касается золота, мы золото находим, но для более позднего времени, для, допустим, раннего Железного века, для... Ну, не так много. Это вот здесь, как говорили, Анидович вот раскапывал Мухину в Задонском районе, там, женщину молодую с, как бы сказать, с украшениями из золота. Вот была, как бы сказать, золотая принцесса, что называется, вся в золоте, но, правда, грабленная, это очень частое явление, потому что в древности, вот, сразу люди гибли за металл, это однозначно, то есть, и постоянно. Одни закапывают, буквально через несколько дней, как только тризды отгремело последние, другие начинают выкапывать. То есть, и поэтому многие погребения ограблены, остаются нам какие-то вот жалкие остатки от захоронения, или же только из тех мест, если умудрялись сделать тайник так, что его никто не обнаружил, и в этом тайнике сохранить, ну, в общем, сохранялись вот эти вещи. Вот, поэтому вот здесь вот в Липецком Кургане как раз очень интересное погребение, но здесь он известный и фильм, вот он даже в сети мелькает постоянно. Поэтому можно посмотреть, и достаточно много любопытного выявлено там, скажем. Ну, а так, для эпохи бронзы у нас, в общем, золота нет. Хотя, допустим, по Кавказу, даже для эпохи Эниолита металл есть. Ну, потому что горные территории, они всегда позволяют получить самородный металл. Там просто его больше металла, соответственно. Да, его больше, да, и поэтому его же получали как? Человек-то методом проб и ошибок пришел к металлу, он просто берет кусок какой-то каменюки, он все пробовал колоть, бить, а он плющится. Ну, и вот все, и вот получается так, что он понимает, что можно именно с помощью удара придать ему определенную форму, и таким образом изобретает ковку. Или же другой способ. Вот такой костер обкладывает камнями, а он, допустим, горит, постоянно раскаляется. Камень оплавляется. Оплавляется, приобретает форму, потом его можно наливать в какую-то специально сделанную форму, и получается наконечник, топор, там, все что угодно, ножи, серпы, там, и так далее. Что касается погребений, по сети тоже ходит много разных роликов про покойников с колами в груди, связанные какие-то решетки дополнительные, и вроде как это ведьмаки, похороненные ведьмы. Обезврежение покойников это называется. Насколько это было распространено? Это было распространено, кстати, у славянской традиции. Есть прямо целая такая монография у Дмитрия Константиновича Зеленина там по заложенным покойникам. Заложные? Да, они как бы, почему они ушли из жизни, там, ну, в общем, ну, как бы не санкционировано, то есть наложили на себя руки. То есть потому что... Самоубийцы? Самоубийцы. Потому что нас же сопровождает ангел-хранители без искусителей. То есть и поэтому, как бы сказать, почему, говорит, плюнчет из левоплеча, потому что он там нашептывает что-то не то. И говорит, да вон петля висит, ты вон залезай туда. Там или вот куда-то где-то утонул там. Почему именно он? Значит, что-то не так. И поэтому к нему отношения соответствуют. Его обычно раньше не отпевали даже и хранили за пределами кладбища. И также, допустим, вот эти все люди, которые, в общем, получили такой статус при жизни какого-то колдуна, и человек, который, может, действительно обладал какими-то гипнотическими данными, мог воздействовать как-то на людей. Может, и не обязательно с умыслом, но люди его боялись. И поэтому, когда он умирал, то, в общем, вот эти вот осиновые колы и прочее... Прямо как в кино осиновый кол? Конечно, да. Это, ну, как бы сказать... И такие прямо находили бы... Ну, в данном случае у нас была такая... В Делиховом в свое время мы нашли там, ну, с нарушенцем, даже вот там с выпавшими зубами там. И даже те места как раз в деснах, ну, как бы в челюсти, где сидели зубы, они заросли. От сколько лет было? Ну, я, как бы сказать, тогда не было у меня возможности связаться с антропологами, но где-то, я не знаю, лет за 90 уже. 90 лет, бабка, колдунья? Да, ну, вот, и там, судя по тому, что были остатки какого-то дерева, мы тоже предполагали, что ее могли вот таким образом похоронить. Ух, друзья, давайте, наверное, мы на этом остановимся. Говорили сегодня о видах погребения, дошли до колдунов и колдуний. В гостях был Бессонов Александр Николаевич. Обязательно продолжим. До свидания.